Мы находимся в филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Фёдора Шклярова. Здесь сегодня нас познакомят с пасхальными традициями и научат красить яйца двумя способами. Пойдёмте посмотрим. Здравствуйте! Здравствуйте! Давайте учиться расписывать яйца. Присаживайтесь, пожалуйста. Способ у нас есть один. У нас может быть вариант покрашенное яйцо. Их называли крашенка. К вот этим крашенкам мы с вами видим здесь пример, что можно использовать иголку и выцарапывать изображение. Это получается шкрябанка. Основных два сегодня у нас инструмента – писачки. Вот один вариант писачок и вот такой вот вариант у нас писачка. А это всё краски? Они называются анилиновые краски. Сейчас принципиально мы с вами не используем цвет. То, что касается пасхальных яиц, это тема обряда. То есть мы готовимся к определённому обряду, чтобы что потом с ними делать. Или разбивать эти яйца, да, в битки играть. Или дарят как подарок яйцам. Перед каждой Пасхой с мамой вот собираем шелуху и шелухой красим. А как вот ещё? Всё правильно. Натуральные красители есть. И кора могла использоваться. И травы могли использоваться. И вообще, в принципе, тема покраски яйца – это тема весны. Это когда расцветает природа. И мы сегодня вот тоже с вами видим, да, можем как бы использовать то, что уже у нас природа нам подарила. Ну и вот собраны здесь у нас вот такие вот варианты, когда можно делать по-белорусски отбиток, а по-русски подскажите отпечаток. Для начала закладываем воск в кветку и ждём, пока он там расплавится. Здесь соблюдаем два принципа. Не опускаем песочок в парафин и не держим прямо над огнём. В первом случае он может засориться парафином. Во втором начнёт чадить. Мы берём в руки яйцо. Допустим, начинаете просто с линии. Здесь у вас, видите, получается тоненькая линия, которая практически незаметна. Ну, тема толщины тоже дело как бы каждого. Так сильно близко подносить не надо. Оно от этого чадит, да. И от этого у вас чёрным воск становится. Я поняла. У людей история у большинства такая, что то, что видно, то значит правильно. На самом деле это не факт. Теперь можем вам предложить следующий вариант. Это вот песочок с гвоздиком. И в данном случае мы с вами тогда берём некрашенное вот это вот яйцо вареное. Мы дожидаемся того момента, когда воск растает. Нам надо, чтобы воск был жидкий. Макнули, капнули. Отчасти он похож немножечко на капанку. Но капанка именно капается с расстояния, и оно там получается, как получается. Дальше ваша задача. Вот этому огоньку сбоку подносим. Ждём, когда он заблестит, воск, ну и немножечко начнёт скатываться. То есть на сам верх вот так вот плюшкой делать нельзя, потому что он начнёт чадить. Мы видим, вот он заблестел, воск. Стерли. То есть сейчас мы стираем воск, ну вот и остаётся. Да, да. То есть поэтому и используется воск, что это опять-таки натуральный продукт. И даже если он попадёт в организм человека, то ничего с человеком не приключится. Ну вот, наше яйцо готово. Теперь надо сыграть в традиционные пасхальные игры. На перегонки чё яйцо быстрее и в битки. Начнём? Кто из нас? Кто? Теперь так. Ну. Ну, белорусским победителем. Ну вот, сегодня нас научили расписывать яйца разными способами. Воском и, собственно, драпонькой подсказывают мне. Так что знайте, что это всегда интересно, но надо быть аккуратным, чтобы всё красивенько получалось, а не так, как у меня. Вот. До встречи в следующей программе. Деньги. 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 До встречи в следующей программе.